Илья, скажите прямо, вы коммунист? Горжусь этим. А чем основатель КГБ хуже Ленина, а? Я предприниматель. О предпринимателях. Однажды, когда я искал международных партнеров для Сколково, меня познакомили с таким Майером Берлоу. Майер когда-то руководил Америка Онлайн, долгое время главной интернет-компанией мира, и организовывал ее слияние с конгломератом Тайм Ворнер. В общем, для меня это знакомство можно было сравнить со знакомством с Королевым или Калашниковым. Майер тогда усадил меня за большой переговорный стол, а рядом с ним расположились его сотрудники, всего человек 6-8. Харизма била через край. Берлоу был такой здоровый мужик с Эйнштейновской копной седоватых волос, торчащих во все стороны. Эдакие гризли с острым лукавым взглядом. «Илья, скажите прямо, вы коммунист?» – был его первый вопрос вместо «здрасте». Честно скажу, мне подобный вопрос задают довольно часто, и обычно он не предвещает ничего хорошего. Особенно ничего хорошего он не предвещает, слетая с уст людей бизнеса. Для большинства из них нету большего врага предпринимательства в целом, чем левые. На самом же деле это совершенно не так. Враги предпринимателей – это те, кто не видят за работой человека и все меряет денежными знаками, отрицает само созидательное начало личности. На мой взгляд, настоящие враги предпринимательства – это скорее монетаристы Гайдар и Кудрин. Именно поэтому я считаю, что есть бизнесмены, есть менеджеры, а есть предприниматели. Бизнесмены – это те, которые купи-продай, не обманешь, не продашь. Менеджеры – те, которые управляют, организуют из хаоса порядок. А вот предприниматель – это совсем другое. Это человек, меняющий мир. Когда Марк Цукерберг делал свой фейсбук, он думал о двух вещах. Как произвести впечатление на свою девушку и как войти в закрытый для него престижный гарвардский студенческий клуб. Или когда левша подковывал блоху, то думал прежде всего про то, как выпендриться перед английскими конкурентами. Вряд ли финансовая мотивация была главной и для, скажем, Евгения Касперского или Аркадия Воложа, когда они создавали свои лабораторию Касперского и Яндекс. Предприниматель – это вообще не всегда про бизнес. Любое новое явление общественной жизни создает именно предприниматель. Мои друзья, в несколько дней запустившие общероссийскую кампанию помощи кубанскому городку Крымску, затопленному в августе 2012 года, это лучший пример социальных предпринимателей. Их труд измерялся не в деньгах, а в общественном благе, в счастливых глазах тех, чья жизнь стала лучше. Когда-то мне в руки попалась книга, ставшая для американцев второй Библией «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. По иронии судьбы, сама Айн Рэнд, Алиса Розенбаум, это наша соотечественница, уехавшая из Ленинграда в 1925 году. Именно она провозгласила идеологию либертарианства, минимального государства, когда всем рулят предприниматели и частная инициатива. В книге очень много наивного и того, с чем я не согласен, но главное на самом деле показано верно. Это противостояние современности между теми, кто что-то создает, придумывает, производит и строит, и теми, кто хочет на них паразитировать, бюрократами, изобретателями всевозможных правил и запретов. Им же все равно с кем бороться, с владельцем пекарни или с волонтером, тушащим пожар в лесу, лишь бы оставаться главными и все контролировать. Правые во главе с Айн Рент ошибаются, считая, что только деньги могут освободить человека. Как раз с деньгами, с неравномерностью их распределения неизбежно придет государство со своим репрессивным аппаратом. Во имя сохранения частной собственности оно и применит узаконенный рэкет в отношении предпринимателей, пугая имущих народом и левыми. Фундаментальная ценность для левых тоже изжить государство, сделать его ненужным, сделать принуждение излишним, освободить труд и творчество от эксплуатации капиталом. Но без сбоя старый мир, конечно, не сдастся. Бизнесмены пытаются вульгаризировать левых, отождествить нас с всеподавляющим государством, с высокими налогами, поставить знак равенства между собой и предпринимателями. Но их время уходит вместе с индустриальным капитализмом. Так что же, Майер, что-то мне подсказало, рассказывать все это ему бесполезно и не нужно. Ну да, я левый, ответил я тогда, чего и вам желаю. Это потрясающе, проревел американский гризли. И как ты считаешь, кто был прав спорить Сталина с Троцким? Я посмотрел на него совершенно непонимающе. Да ладно, парень, я окончил в 68-м ленинградский политех, не тушуйся. Тут на него изумленно посмотрели уже все 6-8 этих самых помощников. И это они явно слышали впервые. Оказалось, что у Майера степень была по политологии, и в рамках программы своего обучения он действительно стажировался в Ленинграде. И вернулся оттуда убежденным коммунистом. «Прикинь, у меня в кабинете в Америке онлайн портрет Ленина висел, а мне пришлось его снять», – пожаловался неожиданный единомышленник. «Акционеры говорили, такой руководитель плохо влияет на капитализацию компании. Но я их всех перехитрил. Пойдем покажу». Мы бросили помощников и пошли в его кабинет. На столе города стоял Бюст Держинского. «Прикинь, тут никто не знает, кто это. А чем основатель КГБ хуже Ленина, а?» Нынешняя компания Майера называлась «Наннотерра». В ее основе лежала идея, за реализацию которой многие ученые Новосибирского академгородка продали бы душу. Несколько докторов наук, один даже лауреат Нобелевской премии, сложили вместе патенты на свои изобретения и предлагали рынку на их основе разрабатывать за деньги продукты для разных корпораций. Так они сделали, например, покрытие для Боингов, снижающее сопротивление воздуха, технологию очистки канализационных и водопроводных труб, резко повышающих время их службы для АББ и многое другое. А прибыль они честно делили между учеными и теми, собственно, кто продавал их время и головы. Все были довольны и все были партнерами. Майер говорит, что предприятие будущего – это семья, где каждый заботится о других ее членах просто по факту своей принадлежности к ней. Он рассказывает, что они взяли на вооружение принцип, существовавший в Китае. Разрыв заработных плат на предприятии не может превышать пять раз. То есть, если директор получает миллион – отлично, но тогда уборщица должна получать 200 тысяч. Вот нанотерра – это как раз предприятие будущего. Работая с инноваторами, я вообще часто слышу русские плохие предприниматели. Может, опыта у них нет, а может, и генетически не способны. Меня это, конечно, возмущает. Моя Россия – это страна прежде всего предпринимателей. Ни у кого нет такого креативного потенциала, особенно в деле борьбы с государством и тупыми законами, как у выходцев из СССР. Коррумпированные и невежественные политики воспитали в нас такую смекалку и гибкость, которой нет ни в одной стране мира. Но смысла создавать новое на постсоветском пространстве до сих пор просто не было. Делить старое проще и выгоднее. Вот именно это и нужно исправить. Дать стимул трудиться. Прославить не тех, кто ворует, а тех, кто делает новое. Предприниматель. Я предприниматель и горжусь этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова